здравствуйте всем добрые зрители доброго канала с вами волонтер бездомных животных и приюта творить добро Наталья сегодня наш ролик о наших всеми полюбившихся с июля месяца собаках инвалидах Фили и Шарик подошел очередной месяц оплаты передержки этих замечательных ребят и как всегда я обращаюсь за помощью к вам коротко скажу что у Ярика операция прошла успешно у ОЗИ два перелома позвоночник не задет бегать будем но это все будет в следующих выпусках вы обязательно все увидите узнаете а сейчас именно о наших страдальцах кто с нами недавно расскажу немного историю о Филе Филя взрослый пес возраста 7-8 лет который жил в нашем городе на одной из улиц по улице строителей и осенним деньгом Филечка лежал во дворе дома и загорал на солнышке и в этот момент во двор заехала газель которая просто проехала по лежащей собаке я всегда вспоминаю с трудом как Фили плакал там есть кстати должны быть где-то ролики на канале кто хочет посмотреть это было невыносимо больно эта собака весом 30 килограмм которая никому ничего не сделала она просто лежала отдыхала во дворе дома и вот такой не человек не человек просто взял и проехал по собаке это конечно жутко это жуткая история такие люди не могут себя в принципе называть людьми я хочу сказать большое спасибо команде волонтеров верной друзей друзья Global на тот момент это была сплоченная команда но только благодаря им Фили дали шанс Фили стабилизировали позвоночник все думали что после операции Фили пойдет да нет ребят просто у Фили был огромный перелом именно со смещением именно у него было большое смещение поэтому нужно было стабилизировать позвоночник и если бы мы позвоночник не стабилизировали, он бы просто свернулся клубком и погиб. Поэтому это экстренные были вынужденные меры для его комфортного улучшения жизни. И Филипп бегает прекрасно на коляске, и, как я всегда говорю, у каждой инвалиды есть шанс. У каждого есть шанс пойти, все зависит, наверное, от их, опять же, работоспособности, упорства. Вот, ну, когда я приехала к Филе, я поняла, что этот ребенок очень хочет жить, и мы должны помочь. Мы помогли, мы скинулись всем миром. Сейчас Филинка находится у замечательных людей в Калуге, у Натальи и Вадима. Ребята, я прямо преклоняюсь перед вами, Наташа, Вадим, вы замечательные люди, искренние, честные и простые. Это для меня, для меня это самое важное. Ну и немного расскажу историю о Шарике. Шарик — это рожденный на улице щенок, папа у него стопроцентный овчар, мама — полукровка. А одна из женщин, которой в нашем городе Юля занимается, помогает тоже всем бездомышям, кормит кошек, собак, на этих щенков всех раздала на рынке. И буквально через полгода Шарик оказался на том же месте, выкинутый, в страхе, в ужасе, и выкинули его прямо рядом с трассой. Поэтому щенку, не знающим, что такое машины, опасность, что такое город, хватило ровно две недели, чтобы попасть под машину. Мне позвонили в тот же вечер, что сбили щенка. Мы искали, искали, к сожалению. Шарика мы не нашли. Его не было приблизительно около трех недель. То есть он сам, бедный, жил, выживал, гнил и приполз. Приполз за помощью к людям, понимая, что один он не справится. У него была на тот момент уже ужасная лапа в ужасном состоянии. И знаете, сейчас вот по происшествии ознакомства с Николаем Николаевичем, с Яриком, у которого лапа была гораздо хуже, чем у Шарика. Наш чудо-доктор спас Ярику лапу. Теперь я всегда сожалею о том, что... Ну вот почему-то на тот момент я была настолько загружена, что я не вспомнила, к сожалению, Николая Николаевича. И мы поехали в клинику Новомосковска, где Шарику лапу просто отрезали. Хотя сейчас я понимаю, что у него было 99 процентов шансов эту лапу спасти. Но что уже сделано, то сделано, потому что многие клиники не работают так тонко. Многим легче все отрезать и отрубить, потому что нету просто врачей-профессионалов, я так понимаю. И Шарику ампутировали переднюю лапку, и он остался у нас тоже инвалидом. Шарик был диковатый, напуганный, конечно, повидавший тоже много в своей жизни. Предательство, предательство людей, это самое страшное. Сейчас он также содержится у нас на передержке у Натальи и Вадима. Дорогие мои добрые подписчики, вы все знаете этих мальчиков, новые подписчики. Вы познакомитесь с ребятами, все видео можете смотреть на канале. У нас настала очередная оплата передержки наших замечательных ребят. Общая сумма передержки составляет 21 500 рублей. Спасибо хочу сказать всем всем, кто откликнулся на ОЗИ. спасибо большое. Ну и сейчас опять у нас вот такой вот экстренный сбор. В клинику я отправила 40 тысяч на Ярика, на операцию, на реабилитацию, потому что еще реабилитологи будут с ним работать. А сейчас я обращаюсь к вам. Моя такая большая дружная семья. Спасибо. Очень хочу сказать своим подписчикам, постоянным, что вы со мной, что вы верите, что вы видите. Все, что мы снимаем, мы снимаем из реальной жизни. Мы не берем картинки с интернета скаченные, как это делают многие. Мы работаем в реальном времени и снимаем все в реале. Поэтому это так, как должно быть, я считаю. Есть какая-то трагедия, есть какой-то случай. Значит, мы в первую очередь, конечно, думаем о том, чтобы спасти животное, но обязательно надо снять, чтобы все вы это видели. Чтобы вы видели, верили, доверяли. За что вам огромное-огромное искреннее спасибо. И, как всегда, в общем, я обращаюсь к вам за помощью. Филя и Шарик ждут. Ждут вашей помощи. Именно они ждут. Потому что мы не можем бросить ребят. Их поставили на пиар в Германию. Будем надеяться держать кулачки, что, может быть, в скором времени наши мальчики чудесные обретут семьи. Но пока мы собираем финансовые средства на их передержку. Я прошу каждого, каждого из вас помочь нам в оплате передержки Филя и Шарика. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта Твори Добро, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok